22-24 марта 2018 года в столице Индонезии, Джакарте, прошла выставка Railway Tech Indonesia – самое значительное мероприятие для регионального рынка рельсового транспорта этой страны, посвященное инновациям в области систем транспорта, связи, сигнализации, менеджмента, моделей финансирования инфраструктурных проектов и многому другому. Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран, так называемой группе 11. Так как это островное государство, то отсутствие портов и аэродромов в некоторых провинциях страны привело к экономическому застою и неравномерному развитию регионов Индонезии. Компания-разработчик ведет свою игру на рынке транспорта этой интенсивно развивающейся страны уже более года. Был подписан меморандум о взаимопонимании с университетом Индонезии и одним из городов-участников государственной программы Golden Village, городом Дасун, округ Рембанк. Компания обзавелась рядом партнеров из индонезийского строительного бизнеса, поддержка которых понадобится на этапе возведения струнной инфраструктуры. В настоящее время проектная организация SkyWay готовит технико-экономическое обоснование для терминалов о доме спортов Индонезии. Общее же количество проектов, по которым ведется работа в регионе, свыше 10. Что же касается более детальной информации об успехах, то здесь мы не говорим большего до поры до времени. Из заботы об интересах инвесторов и... Мы над первым адресным проектом будем давать информацию тогда, когда будут подписаны контракты, договоры, когда уже ничего изменить никто не сможет. Сама же выставка мероприятий открытые. На ней нас представляла Мадина Тул Фадхила, региональный директор SkyWay Technologies Indonesia, поведавшая гостям форума об основных характеристиках и преимуществах технологии SkyWay для своей страны, а также о возможностях применения инновационной транспортной системы. Мы приехали сюда для новых возможностей для системы интеграции, для транспортной системы. Возможно, SkyWay Technologies мы не приехали сюда как компетитер для любого человека, потому что если мы поговорим о технологии, особенно для транспортной системы, то есть в Индонезии, что это интеграция, и возможность для интеграции для всех технологий в Индонезии это возможностей. Поэтому мы видим, что все эти технологии в индустрии очень дизраптивные. И мы знаем, что они хотят дизраптивить все, не в зависимости от ситуации. и наш инновательный транспорт можно кооперировать и не компетен сейчас мы выполняем друг друга как в Якарте, например мы можем стать фидер для новых транспортных систем в Индонезии потому что в Якарте, например как транспорт urban города если мы понимаем между транспортными и транспортными мы действительно потерялись или потерялись между транспортными системами поэтому мы надеемся что между интермодами мы можем построить нашу город более интегрированную несмотря на то, что Индонезия растет как бамбук уровень жизни населения в ней остается довольно низким поэтому дорогие транспортные технологии предлагаемые европейскими производителями здесь востребованными быть не могут они будут убыточными и смогут существовать лишь на государственной дотации это подтвердила выставка самый большой интерес с которой проявили представители компаний-поставщиков традиционно самых доступных на рынке решений из Китая однако даже в сравнении с китайскими технологиями уровень инженерной проработки и оптимизации SkyWay позволяет конкурировать что и продемонстрировал стенд нашей компании ставший одним из центров притяжения выставки помимо самой технологии он демонстрировал возможности гибкой интеграции струнных транспортных комплексов в городскую и портовую инфраструктуру Индонезии мы сегодня беседуем с одним из ключевых сотрудников нашей компании с аналитиком отдела адресных проектов Марина Римонченко которая работала на стенде закрытого вакцинированного общества струнной технологии Марина, добрый день Здравствуйте Расскажите для начала несколько слов об этой выставке на чем она в частности специализируется? Специализация выставки это рельсовый транспорт в Индонезии, в регионе Юго-Восточной Азии для посетителей, для обычных людей, конечно, больше интерес представлял наш пассажирский транспорт для представителей бизнеса все-таки это грузоперевозки в особенности Unicont очень большое количество вопросов было именно связано с Unicont и с перевозками контейнеров из вип-гостей наш стенд посетил вице-губернатор Джакарты и представители Министерства транспорта Индонезии они уже пришли как люди, знакомые с технологией и речь шла о развитии Как я догадываюсь, не случайно среди людей, которые работали на стенде были и вы как представители отдела адресных проектов Как вы оцениваете предварительно я уже говорил результаты участия выставки в этом году? Итогами выставки стали новые контакты в настоящий момент отдел внешних коммуникаций занимается проработкой и анализом новых контактов, которые мы получили на выставке наш же отдел продолжает работу по существующим проектам и по нескольким проектам, которые мы уже обсудили в ходе выставки то есть мы уже имеем исходные данные и занимаемся предварительной проработкой На этом открытая часть работы компании-разработчика в Индонезии заканчивается, ибо когда уже ничего изменить никто не сможет но всему свое время следите за новостями в индустрии в индустрии в индустрии по себе в индустрии в индустрии и в индустрии